На самой Украине тем временем разгорается громкий скандал вокруг национального Красного Креста. Организацию уличили в торговле гуманитарной помощью. Зарабатывают и на курсах первой медицинской помощи, которые должны быть бесплатными. Что почем, узнала наш корреспондент Алена Германова. Итак, девочки, я вам отдала пасту, да? Да. 200 гривен забрала, вот они у меня в кармане. Благодейные квитки могу дать вам. За этими самыми квитками сотрудники украинского общества Красный Крест скрывают масштабную торговлю гуманитарной помощью. Официально продавать ее нельзя, можно только бесплатно раздавать нуждающимся. Но на деле каждый предмет имеет свою цену. 10 гривен за упаковку зубной пасты, 150 гривен, это около 450 рублей за набор косметики. Вырученные деньги называют взносами. Не торгую. Вы делаете взнос, я даю подарки. Вот это вообще витая, 80 гривен. Какие взносы мне дают? Смотря что вы хотите приобрести. А шоколад у вас выключил? По 8 гривен. Эти кадры из документального фильма украинского общественного телевидения сейчас внимательно изучают правоохранительные органы. О тотальной распродаже в Красном Кресте журналистам рассказали и его же волонтеры и сотрудники. Некоторые из них до сих пор там работают и просят не показывать лиц. Каждая организация должна отправлять определенный лимит каждый месяц. И этот лимит пополнять они должны как угодно. Если это районная организация, она должна переслать часть денег национальной, часть денег в городской комитет. Если это городской комитет, она прямой переслала деньги национальной. В том самом национальном комитете головной организации общества Красный Крест Украины то, что получает деньги от продаж, отрицают. Помощь якобы безвозмездная. И это не только необходимые для жизни вещи и продукты. Есть еще и курсы по оказанию первой медицинской помощи. Обучение желающих тоже бесплатное. Добровольные взносы приветствуются. Те, кто приходят на курсы, могут оставлять благотворительный взнос. Кто сколько сможет. Никто никого не заставляет. Но в телефонных разговорах с кураторами этих курсов уже никаких вариантов. Только за деньги. Это же бесплатные они, да? Как срочно? Бесплатные. Суббота, воскресенье. По шесть часов. Благотворительный взнос. Дорогой благотворительный взнос. 400 гривен. 400 гривен, да? Ага, это обязательно, да? Нельзя бесплатно? Бесплатно сейчас нет. Масштабы коммерческой деятельности даже представить трудно. Нарушения волонтеры зафиксировали не только в Киеве, но и в других областях. Так в Одессе в полицию о хищениях заявил гражданин Швейцарии Макс Хильпер. Вместе с женой Юлией он помогал одесским больницам получать гуманитарную помощь из Европы. Но как только фуры с тоннами груза пересекли границу, сотрудники местного Красного Креста соблюдать условия договора отказались. Очевидно, главу Красного Креста в Одессе Тамару Барныч эти условия договора никоим образом не интересуют. Потому что как только груз попал под полный ее контроль, она заявила о том, что теперь, согласно таможенной декларации, груз наш и мы с ним делаем, что хотим. А вы не имеете на него никаких прав. Куда исчезли шесть машин гуманитарного груза, украинские журналисты пытались узнать в больницах, для которых он предназначался. Выяснилось, что до военно-медицинского центра не доехали почти 2500 единиц расходных материалов для исследований и 2000 свитеров. А в Днепропетровском военном госпитале не досчитались 200 носилок, 200 свитеров, 36 матрасов и 300 шерстяных одеял. Где они, руководитель Одесского подразделения Красного Креста не может объяснить даже полиции. На данном этапе они не предоставляют документы. Мы ждем решения суда, которое будет позволять работать с документами, которые в них находятся. Скандальной историей уже заинтересовались активисты Международной организации по борьбе с коррупцией. Они настаивают на масштабной проверке всех филиалов украинского общества Красный Крест. Известно, что организация регулярно получала поддержку не только от благотворителей, но и от государства. Только за последние два года из бюджета Украины было выделено больше 300 миллионов гривен. Правда, сметы использования этих средств в Министерстве здравоохранения местным журналистам так и не показали. Алена Германова, Наталья Литовка, Рушан Умяров, Ярослав Зорин. Первый канал. Украина.